Здравствуйте, уважаемые телезрители канала СГУ-ТВ. Мы продолжаем разговор об искусстве наших древнейших предков. И поможет нам в этом нелёгком и крайне интересном деле профессор, доктор исторических наук Екатерина Георгиевна Девлетт. Итак, Екатерина Георгиевна, мы от севера Италии, от Валькамены отправляемся на крайний восток. Я правильно вас понимаю? Да, более того, мы отправляемся на крайний северо-восток, где находится единственное местонахождение петроглифов, которое в азиатской части России расположено за полярным кругом. И вот этот нехитрый транспорт демонстрирует нам то, как менялись обычаи материальной культуры, реалии материальной культуры, что нарты могут быть впряжены не только в оленей, но и в собак. Но и в трактор. Да, да. И вот это транспортное средство сейчас широко применяется на Чукотке, куда мы и отправляемся. Путь наш небыстр и предполагает смену большого количества транспорта разного рода, поскольку мало того, что туда только самолетом можно долететь, далее передвигаться по Чукотке тоже является отдельным, довольно сложным и дорогостоящим приключением. И нам приходилось менять вездеходы или автомобили «Урал», которые единственные, которые могли пройти по местным дорогам, на катамаран для того, чтобы пересечь реку Пиктемель, на правом берегу которой, примерно в 30 километрах от Северного Ледовитого океана, находится замечательное местонахождение петроглифов на Кайкульском обрыве, в высоких, примерно 60-метровых, 30-60-метровых скальных выходах, которые протянулись вдоль реки Пиктемель, там, где эта река, делая резкий поворот на запад, подрезает отроги горы Кейненей. Короткое чукотское лето иногда продолжалось по нескольку дней, и вот в этих довольно разнообразных погодных условиях, зато при постоянном освещении, поскольку солнце в июле и августе практически не уходит за линию горизонта, мы проводили несколько лет, примерно по месяцу, документируя изображения на Кайкульском обрыве. Надо сказать, что относительно возраста этих петроглифов существует различное мнение, но это не умаляет их красоты. И вот перед вами одна из наших удивительных находок, изображение, которое выбито на камне. Весь камень имеет очень интересную такую форму, похожую на песочные часы, он довольно крупный и лежит около самого берега. На его торцевой грани выбиты несколько оленей. Но вообще оленей на Кайкульском обрыве сотни и сотни, но только одно изображение именно на этом камне имеет вот такой круг, солярный знак, выбитый в центре. И возвращаясь к нашему уже излюбленному сюжету, который связан с различными мифологемами, можно сказать о том, что такие животные являлись как бы отмеченными. И в традиции и охотников, и оленеводов севера было выбрать животное особой масти, какой-то необыкновенной, и посвятить его богам. Не ездили, его не использовали для работы, оно свободно гуляло в стадии, но оно, в общем, по особым ритуальным случаям приносилось в жертву, и эта жертва была особенно, видимо, важна и угодна богам. Если не было животного какой-то выдающейся особой масти, то подобный знак могли просто выжечь или выстричь на его шкуре. Так что подобные изображения и подобный камень, необычной формы, на который оно нанесено, вполне возможно являлись центром притяжения для тех кочевников, тундры, которые приходили сюда по особым случаям, по особым календарным праздникам. И надо сказать, что мы были в каком-то роде сами свидетелем вот таких сезонных праздников, календарных праздников, которые были связаны с визитами вот примерно к этому месту. Каждый год в конце августа, начале сентября чукчи-оленеводы отмечают свой чукотский Новый год. И дата этого Нового года, она, в общем-то, определяется не только людьми и даже не столько высшими силами, сколько самими оленями. Это праздник молодого оленя. И если олени не пришли к назначенному сроку, например, к 19 августа, то Новый год так или иначе приходится отложить до того момента, когда стадо пригонят. Но это удивительный праздник, когда люди превращаются в животных. И это единственный день в году, когда это превращение происходит, на таком ментальном уровне. А на символическом уровне взрослые мужчины сосут в имя оленухи, кормящие оленухи, пьют это молоко. Ну, в общем, это всё, конечно, очень красочно. И то, как арканом ловят молодых оленей. И вот весьма возможно, что этот район издревле, со времён появления первых петроглифов здесь, был важным по календарным поводам. А возраст этих петроглифов известен или тоже очень расплывчато всё? Тут существовали различные предположения. Первый исследователь этого памятника, член-корреспондент Российской академии наук, замечательный археолог Николай Николаевич Диков, который изучал северо-восток России, он предполагал, что это изображение неолитической эпохи, то есть относится к периодам глубоко до Рождества Христова. К сожалению, вероятно, эту точку зрения придётся скорректировать, хотя, конечно, очень было бы привлекательно полагать, что этот памятник столь большой древности. И по нашим наблюдениям и экспериментам, мы не можем отнести его к периоду раньше 6 века нашей эры, когда на Чукотке появляется первый металл, потому что, согласно нашим экспериментам с участием специалиста-тросолога, все эти изображения, их подавляющее большинство, выполнены металлическим орудием. Но это никоим образом не уменьшает ценность этих петроглифов, даже наоборот. На Чукотке никогда не было своего металла и металловыплавки. Весь металл был привозным. Он поступал с 6 века нашей эры на Чукотку путём долговременного обмена, вернее, обмена, который занимал и время, и направление движения, территорию перемещения весьма значительное. Его путь лежал сюда с реки Амур. Так что вы представляете, какую великую ценность представляли собой эти предметы? И предметы из металла крайне редко находят, например, на поселениях чукотских этого времени, как таковые. Они происходят только из погребений, потому что, как, так сказать, ценные орудия, могли усопшему родственнику дать загробный путь для того, чтобы он мог поддержать себя. Но очень редко находят на поселении, потому что весь металл перерабатывался. Если в качестве ножа этот предмет был непригоден, из него же делали нечто более, ну, меньших размеров. Да, меньших размеров, потому что ценность металла была огромная. Вы представляете, какую важную роль уделяли эти люди самому факту выполнения изображений, если они любимого ножа, да, или любимого металлического орудия, не жалели для их выполнения, поскольку, в принципе, эти изображения могут быть нанесены, технически могут быть нанесены краской. И я думаю, что возраст VI век нашей эры, он ничем не хуже в масштабах истории, да, вот, отечественной истории, чем даже какая-то более ранняя дата. Надо сказать, что эти изображения выполнены очень изящно. Посмотрите, какие тонкие были линии вот у того оленя, который, как бы, был пойман на переправе. Вот это. Да, мы видим, что, да, он скорее плывет за... Ну, там, байдара, да? Это каяк, одноместный лодка. Или каяк, ага. Для Чукотки существует два вот этих основных транспортных средства для передвижения по воде. Одноместные каяки, да, каркасные лодки, обтянутые шкурой, где человек сидел, вооруженный двулупастным веслом, для того, чтобы перемещаться, и вооруженный гарпуном для того, чтобы охотиться и на морских животных, и на животных сухопутных, поскольку именно здесь, на Пектемеле, существовала и существует до сих пор переправа. И часто и существует такое представление, что здесь до того, еще как на Чукотке появилось оленеводство, здесь охотились на оленей, которые находились в воде на переправе, поскольку в этот момент стадо, ну, менее маневренно. Но в этой охоте могли участвовать и вот такие многоместные байдары, которые использовались и для охоты на морского зверя. Здесь на этих скалах изображены и киты, вероятно, белухи, и надо сказать, что вот эти байдары должны были подняться довольно высоко, вверх по течению Пектемеля, чтобы достичь этого района. Так что приходили на Кайкульский обрыв, видимо, не только оленные чукчи, но и чукчи прибрежные, береговые чукчи, которые традиционно охотятся на морского зверя, поскольку в сюжетах петроглифов есть оба набора образов. Ну, бывает показана вот охота с собакой, как вот на этом изображении, ну и на ряде других композиций. Вот перед вами камень, который мы добыли буквально из-под земли, поскольку он весь целиком был покрыт грунтом и торчал только крошечный фрагмент рога одного из двух крупных оленей, по которому мы и увидели, что вообще на этой плоскости что-то есть. И разрыв этот камень, ну, расчистив его от этих отложений, мы увидели, что этот камень под треугольной формой имеет изображение на двух гранях. И вот здесь любопытно, что под шеей переднего крупного оленя изображена некая конструкция. Вот таких конструкций очень мало. В наскальных изображениях это изображение жилища, показанного в плане. Потому что помимо еранг, да, вот каркасных жилищ, обтянутых оленями шкурами, которые используются при перекочевках, на побережьях есть так называемые челюстные дома, которые, ну, прекратили свое бытование примерно 100 лет назад. Ну, описаны этнографами. Это двусекционные конструкции, округлая и примыкающая к ней прямоугольный тамбур. Попадали в них или через верхний лаз, или через вот этот вот прямоугольный тамбур, который был предназначен для того, чтобы холод остался в нем, и для того, чтобы вода в более теплое время года, она скапливалась в нем, а не в основном помещении. Строились такие, ну, как в древности, из костей мамонта, строились такие огромные жилища при помощи всех членов общины, и переходили с поколения в поколение, пока не стали окончательно заброшенными. И вот здесь, на Кайкуйском обрыве, у нас есть такие изображения. Посмотрите, как любопытно выглядит вот эта группа, где два волка охотятся на оленя, которые, словно понимая, в общем, собственную обреченность, так печально задрал голову. Такие сцены охоты животных, преследования животными, оленей, они достаточно редки. И, наконец, как говорится, самая привлекательная часть петрографа в Чукотке с точки зрения обилия мифологического материала, это вот этот вот знаменитый сюжет о девках-мухоморках, которые, согласно чукотской мифологии, являлись к одурманенным галлюциногенным зельям людям. И надо сказать, что у ряда северных народов описаны сюжеты, связанные с девками-мухоморками, вернее, антропоморфными женскими образами. И, например, у нифых описывается, что такие девицы явились к герою и увели его в лес. В общем, всякие есть поступки, которые им приписываются весьма и весьма нереспектабельные. Но в основном, конечно, это рассказы, которые подразумевают, что мухомор является, вот как выразился один наш этнограф, шаманом для всех. Это практика, которая позволяет достичь измененных состояний сознания не только вот этим лицам, которые наделены особым шаманским статусом и являются медиаторами между разными сферами мироздания, но каждому человеку, гражданину, организм которого вообще приспособлен к подобному химическому воздействию и метафизическому воздействию. Ну, а я говорила о том, что больше всего на этих скалах, помимо вот этих антропоморфных образов, больше всего, конечно, изображено северных оленей, поскольку как бы, да, в данной ситуации, в данном регионе это основной... Главный зверь. Да, основной пищевой ресурс, и транспортное средство. Любой, и одежда, и транспорт, и еда, и... То есть... Безусловно. Безусловно, оленья тема, она, так сказать, пронизывает всю жизнь, да, чукчей, и, конечно, это становится и центральным образом вот на скальных изображениях этого региона. Хотелось бы сказать несколько слов о том, каким образом вот добываются эти материалы, которые мы сегодня можем посмотреть в этой презентации. Вот перед вами изображение, которое выполнено на камне, и если вы взгляните на наш стеклянный стол, то вы сможете посмотреть его выполненным в другом материале, но весьма мало чем отличающимся от оригинала. Это копия, которая выполнена по специальной реставрационной технологии, и которая в точности повторяет все детали реальной скальной поверхности. Некая разница в оттенке, она в основном возникает за счет разницы в освещении, потому что и изображения на скалах, они по-разному выглядят при разной погоде, при разной интенсивности солнечного света. Это особая современная реставрационная технология, многоэтапная, которая предполагает сложную обработку поверхности. Вслед за обработкой поверхности на скалу наносится особый силиконовый слой, до него многократно наносится слой, который препятствует повреждению камня вот этим силиконовым слоем, который содержит жиры, которые могут проникнуть в камень и так далее. То есть это, в общем, сложная работа, требующая специальной профессиональной подготовки. Но в результате по этим добытым в поле материалам изготавливается такая резервная копия. А вы видите, что многие изображения сильно повреждены благодаря природной деструкции различного вида, поэтому зачастую иметь резервную копию, по которой мы можем составить представление об оригинале в случае его утраты, весьма и весьма полезно. Но у этих копий оказалось еще другое, очень большое зримое преимущество. Эти копии могут прекрасно использоваться в качестве выставочного материала, что мы можем показывать не только фотографии, передающие красоту, всю силу и красоту этого замечательного места, но и показывать как бы настоящие, почти настоящие камни. И многие посетители наших выставок всегда спрашивают, каким образом вам удалось выпилить и вывести эти фрагменты, на что я совершенно квалифицированно могу заверить, что выпилить и вывести фрагменты невозможно, потому что все скалы являются поверхностями другого направления растрескивания, да, и выпилить плоскость параллельную лицевой, торцевой поверхности физически невозможно. Но надеюсь, что вот подобные копии, тем более они тонированы таким образом, чтобы передать все особенности камня и те особенности так называемых обрастателей, вот тех лишайников мхов, которые выросли вокруг изображений, и придают этой копии такую бодрость и жизненность по цвету и по фактуре, что они доносят до посетителей выставочных залов сведения, достоверные представления о петроглифах Чукотки. И они востребованы бывают не только в экспозиции региональных чукотских музеев, но показывали мы их в различных выставочных залах, в различных помещениях. Здесь вот вы сейчас видите, каким образом все наши материалы добываются в поле, они копируются различными способами, поскольку упомянутый метод резервного копирования, он очень дорогостоящий, трудоемкий, не может быть применен тотально на всех плоскостях. Но так иначе результатом нашего проекта является не только та научная информация, которую мы собираем бережно и обрабатываем, но и у нашего проекта есть некая общественная составляющая, потому что мы благодаря вот этим копиям мы можем показать результаты нашего проекта людям, которые никогда не попадут на Чукотку, даже если они очень этого хотят, но в силу разных причин, прежде всего сложности транспортной схемы, сложности финансовой схемы. И мы показали эти экспонаты уже в различных музеях. Вот в начале нашего проекта к нам присоединилась итальянская путешественница Стефания Дзини, мы совместно с ней делали выставку в Итальянском культурном центре в Москве, но помимо этого, вот итальянского культурного центра, который для нас стал таким своего рода пробным камнем, эта выставка побывала не только в городах и выставочных залах России, но и она была представлена в рамках председательства России в Баренц-регионе, которая происходила в прошлом и текущем году. Нам удалось показать эту выставку в рамках дипломатических мероприятий, в различных центрах, в том числе на Шпицбергене. И, в общем, это, наверное, стало таким заметным событием в культурной жизни, что мы смогли таким образом переместить восток на запад, поскольку вот именно в Арктике интерес к наскальному искусству очень велик. Ну да, вы в противоречии Джозефу Ридьярду Киппингу запад есть запад, восток есть восток, и с места они не сойдут. А вы сделали так, что они сошли с места. Да, да, это в какой-то мере, да, это способ такого дистанционного приобщения к культурному наследию, это возможность вот открыть для себя совершенно новое искусство, далекое от нас и территориально, и хронологически, поскольку в данном случае, преодолевая тысячелетия, мы еще и преодолеваем огромные расстояния в несколько тысяч километров. И расстояние, и потом всякие предубеждения. Ну, безусловно, безусловно, потому что близкое знакомство, оно всегда подразумевает лучшее знание друг от друга. И я должна сказать, что вот из нашего опыта путешествий по Чукотке, не то что путешествий, а работы на Чукотке, мы, ну, нельзя не отметить вот то дружелюбие, то, как бы, очень большую деликатность, которая свойственна Чукчим, которая, ну, удивительно, такую вот, как бы, тонкую душевную организацию, которую мы всегда не уставали отмечать вот среди этих оленеводов, для которых пройти расстояние в 90 километров, чтобы зайти к нам в гости и попасть к себе на праздник молодого оленя, это, в общем, мероприятие, но мероприятие, которое посильнее даже людям весьма и весьма уже такого почтенного возраста и много других удивительных вещей, многие другие удивительные открытия мы сделали, попав вот в этот удивительный заполярный регион. Ну что ж, заполярный регион действительно удивительный, и больше того, вы же, как мы все, знаем уйму анекдотов про Чукчу, про Чукотку, а все это от незнания. Ну, наверное, вот это множество регионов, ой, это множество анекдотов рассказывается в различных регионах и про своих соседей, то есть персонаж может быть заменен, канва событий от этого редко меняется. Вот так вот выглядит этот мир искусства наших древних, древнейших наших предков. Ну что ж, у нас впереди еще будут рассказы о искусстве палеолита, правильно я говорю? Древнего каменного века, палеолита. Древнего каменного века. Вы еще много интересного узнаете, если присоединитесь к нашей передаче. Всего хорошего.